Накануне саммита мира в Швейцарии Владимир Путин выступил со своими по поводу этого мира предложениями. Вы о них уже слышали, конечно, но вкратце перечислю. Начав с того, что виновен в этой войне не он, а агрессивная, бесцеремонная и авантюрная политика, которую проводил Запад, еще раз назвав Украину виновницей провокацией в буче, Путин перешел к самому главному, к своей формуле мира. Формула мера заключается в том, что раньше, мол, Путин не исключал сохранение украинского суверенитета над Херсонской и Запорожской областями, если бы у России существовал сухопутный коридор в Крым. Но теперь, когда жители обоих регионов типа высказали свою позицию, украинские войска должны быть полностью выведены с территории Херсонской, Запорожской, а еще и Донецкой и Луганской областей Украины. Вопрос, говорит, навсегда закрыт и больше не обсуждается. Украинским войскам будет обеспечен безопасный отход. Когда они будут выведены, боевые действия тут же прекратятся. Если эти предложения вам что-то напоминают, то напоминают и не просто так. Это действительно похоже на то, что мы уже когда-то слышали. Сейчас все уже забыли, но вообще-то разговор на рубеже 21-22 годов начинался с чего-то похожего. Путин выкатил НАТО ультиматум с заведомо невыполнимыми требованиями. НАТО, дескать, должно вернуться к границам 97-го года, убрать свои военные базы из стран бывшего СССР, а вообще-то из всей Восточной Европы желательно убрать. А еще пусть зафиксирует отказ от принятия в Альянс Украины и Грузии и много других прекрасных требований через запятую. Если коротко, предложения Путина сводились к следующему. НАТО должно стать эдаким королевством, где Путин будет королем. Он теперь решает, кого принимать в НАТО, кого выгонять, где Альянсу размещать свои базы и кому давать оружие. Выдвигать такие условия можно, только если ты ищешь повод для конфликта. Потому что это не просто невыполнимые условия, это откровенное хамство, которое закрывает любое пространство для торга. Никакой торг не начинается с возмутительных ультиматумов. Можно сказать на собеседовании, я готов работать за 2000 долларов и сойтись с работодателем на полутора. Но нельзя сказать на собеседовании, я хочу сжечь ваш дом и сойтись на том, что наниматель позволит сжечь только гостиную и одну спальню. Если вы выдвигаете такие требования, значит точно не хотите эту работу. И здесь такая же история. Ни в какой реальности никто не отдаст Владимиру Путину Херсон, из которого ретировалась его армия. Ни в какой реальности он не получит Запорожье, к которому фронт ближе 40 километров даже не подходил. Дело не в чем-то желании, не в готовности идти на компромиссы. Такое решение политически невозможно. С таких позиций невозможно торговаться. И Путин, безусловно, об этом знает. Не очень понятно, откуда в этот раз взялся оптимизм у некоторых спикеров. Это похоже на выдвижение заведомо невыполнимых требований, чтобы заведомо их никто не то что не выполнил, а даже всерьез не обсуждал. Если здесь позитивный момент, есть. И его тут же заметил Z-Telegram. Невыполнимые требования Путина – это же на чисто идеологическом уровне фиксация пределов, куда простираются его амбиции. В списке территорий, которые Путин требует бесплатно отдать, нет, например, Харькова. Помните, мы с вами обсуждали бессмысленность всей этой войны на примере именно Харьковского наступления. Мы говорили, что даже если отбросить все гуманистические соображения, поход на Харьков не станет более осмысленным. Зачем метр за метром продвигаться туда, куда вы точно не дойдете? Зачем делать первый шаг на пути длиною тысячи ли, если цель принципиально недостижима? Совершенно очевидно, что на захват Харькова нет ресурсов. Их не было два года назад, тем более их нет сейчас. Какой смысл платить кровавую цену за каждые 10 метров, если даже подойти к этой цели нереально? Если с максимальным темпом, который это наступление набирало в первые свои дни, путь до Харькова займет годы. И Путин будто бы наш ролик посмотрел. Даже в его фантазиях никакого Харькова и близко нет. Он выдвигает возмутительные и невыполнимые требования. В них можно по идее записать что угодно. Где Запорожье, там и Варшава. А можно и Восточный Берлин попросить вернуть. Какая в сущности разница? Но идея заполучить Харьков, видимо, в путинской голове настолько нереальна, что для такого формата не годится. Типа требования должны быть возмутительны, но не комичны. Это действительно должно было сильно задеть тех, кто сегодня сидит в окопах на Харьковском направлении. Даже амбиции Путина с его очень специфической картиной мира не заходят так далеко, чтобы смерть ради деревни в три дома на Харьковском направлении имела хоть какой-то смысл. Представим на секунду, что требования Путина приняли как есть. Это значит, что два зуба, которые вгрызлись в украинскую оборону на пять километров, нужно будет ликвидировать. Вывести войска из Харьковской области. А все ужасающие жертвы, которыми это наступление было оплачено, будут официально списаны. В новой концепции победы никакого Харьковского фронта не существует. Не существует и киевского. Выдвигая свой ультиматум, Путин официально списал целую группировку войск в 22-м году, наступавшую из Беларуси. Оказывается, теперь и в путинской вселенной тоже, что десантники, перебитые в Гастобеле, колонны Росгвардии, уничтоженные прямо на трассах, сотни единиц сожженной на подходах к Киеву бронетехники. Всего этого как бы и не было. Не планировалось никакого захвата украинской столицы. Планировалось принуждение к миру, чтобы эти два слова не значили. Из реальности, которая вчера стала официальной, вымарано множество событий времен начала полномасштабного вторжения. Концепция снова поменялась. Сотни трупов, усеявшие поля в окрестностях украинской столицы, этого не узнают, но задним числом они воевали совсем другую войну. Вообще говоря, тех, кто хоть как-то верит во всю эту байду, это же должно в ужас приводить. Историю войн всегда в значительной мере переписывают. Это обычное дело. Но в этой войне историю переписывают прям по ходу дела. В любой момент может оказаться, что хутор, взятый ценой гибели целого батальона, то есть человек 500, уже вычеркнут из официального канона. Будто мы смотрим дешевый сериал, где со сменой сценариста у героев случилась коллективная амнезия, и половина сюжетных линий отвалилась с концами. В феврале 22-го года российская пропаганда день за днем считала каждый метр до Киева, рассуждала о конкретных датах захвата города. Но сейчас положняк такой, что ничего от такого вообще не было. Понятно, почему подгорает УЗ-телеграмма. Эти убогие людоеды по скудоумию своему третий год пытаются самостоятельно выдумать какую-то цель и смысл войны. Государство не дает им никакой идеологии и никаких ориентиров, кроме непроизносимой деноцификации. А цели и смысла хочется. Война такая штука, что в ней нужен плюс-минус понятный образ победы. А Путин выходит такой и говорит, да расслабьтесь, народ. Война просто ради войны идет. Просто для меня нет хорошего способа ее закончить, говорит он. Просто вы мне обратно в Россию не нужны. Пускай лучше с вами Химарсы разбираются, а не моя Росгвардия. Оказывается, даже демилитаризация больше не нужна. Оказывается, боеспособной украинской армии будет обеспечен безопасный отход. А вся предыдущая мифология, где вообще-то священная война против нацистов, самого сатаны и всего блока НАТО предполагалась, больше не актуальна. На вопрос, который прямо и косвенно задают провластные людоеды, за что же гибнут наши парни, у Путина есть ответ. Каждый день заразное. Про военных спикеров корежат ровно потому, что под спудно-то они понимают, «Эта война – смерть ради смерти. Нет у нее целей. Ни праведных, ни злодейских. Нет у нее ни конца, ни края. Но признаться себе в этом очень тяжело. А Путин не оставляет никакого пространства для надежды». Парадокс в том, что с точки зрения внешней аудитории, заявление Путина звучит как полный отказ от любых попыток договориться. Потому что так не договариваются. В то время как для провоенной аудитории внутри страны все наоборот. Его речь звучит как готовность к договорнику. Готовность сдать как стеклотару всех, кто жизни своей отдал по его приказу. Но переживать за людоедов, в общем-то, не очень нужно. Вся эта задшобла настолько труслива, что через пару дней найдет новое оправдание войны и новую причину называть Путина, который прямым текстом сказал, на чем именно вертел их жизни, великим геостратегом. Для нас же с вами важно не обманываться. Да, из речи Путина прямо следует, что никакой цели и никакой победы для него не существует. Но из нее же следует, что никакой победы ему и не нужно. У него нет никакого движения мысли в сторону такой диспозиции, с которой можно было бы начать переговоры. Нет, пускай сильно завышенных, но хотя бы адекватных реальности планов по прекращению или заморозке войны. Перемирие на текущих позициях, которые ни одна из сторон так и так не может подвинуть, таким бы мог быть реальный первый шаг. Все, мол, остается как есть, но люди перестанут гибнуть пачками. Будем пока стоять, где стоим, стрелять давайте не будем и попробуем договориться. А отдайте мне Херсон и Запорожье, отдайте территории, которые моя армия в лучшем случае займет к 2040 году, это превентивный отказ даже не от переговоров, а от любых рассуждений об этих переговорах. Всем хочется хороших новостей, всем хочется намека на мир, все устали. Но в речи Путина таких намеков нет. Перед саммитом мира он предельно прозрачно говорит «Мира не будет». До завтра.